Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! С утра такой базар. Кукуруза 10 штук на 10 лир. Черешни полно, абрикос, ой белая черешня, помидоры 350, какие хорошие, ковника, грибочки, казаки, кейк, столько черешни. Не ка даркий раз? 9 лир. Посмотрите, какая огромная. Изюм, изюм, все есть. А я иду на море. Сегодня вышла позже, но хочу немножко загар получить, поэтому поздно иду. И два дня не ходила на море. Очень хочется, очень. Удачного дня, понедельника, легкого понедельника. Сейчас время 10 часов. Сейчас я скажу, 32 градуса. Полдесятого. И посмотрите, люди есть. Море. Море уже грязное, но там дальше чистое. Пойду я загорать. Видите, какая пена грязи. Ну, надо проплыть ее, и будет чистое. Помыли тротуар, я вижу. Наше море. Оно мне не надоедает. И снимать, и вы тоже смотрите. Песочек. Не, пляж чистый у нас. Пляж у нас чистый. А море, вот, пена такая идет, грязь. Ну, там дальше чистое. Все, пошла я купаться. Всем привет, мои дорогие, еще раз. Сегодня решила бороться со своими комплексами и сделать йогу на свежем воздухе. Вот я нахожусь. Нашла себе местечко. Несмотря на то, что там сзади на балконе люди завтракают, я решила все-таки позаниматься здесь. Буду работать со своими комплексами. Я сделала это. Занималась, конечно, потом одела свой комбинезон, чтобы не привлекать внимание. Упражнения более такие открытые. Вот сейчас вот. Классно было. Оказывается, на природе намного лучше делать упражнения, выполнять йогу. Я даже, посмотрите, уже как сижу. Вот, почти-почти чуть-чуть осталось. Я такая довольная. Вот, посмотрите. Так могу, конечно, вот сесть. Но пока еще не совсем. Видите, поднимаются. Но я иду к этому. Сейчас пойду, куплю себе черешню белую. Увидела черешню на базаре. Так захотелось. А потом Ашкен сам пойдет на базар купить всего. А черешенку я сейчас слопаю с удовольствием. Ну что, мои хорошие, буду собираться. Жизнь в кайфу. Я уже с утра провела все. Море. Йога на свежем воздухе. Это благодать. Говорят, кто-то мне написал, что йога, она расслабляет. Нет, вы знаете, как она действует на все мышцы. Это, я так тоже думала. Думаю, что эти упражнения. Пять штук, и они ни к чему, как говорится, вообще не уставало. А на второй, третий день у меня уже чувствовалось напряжение в мышцах. Я не могла даже ими двигать. То есть здесь затрагивается вот этими медленными упражнениями, то, что мы делаем медленно. Мы затрагиваем каждую мышцу. И каждая мышца просыпается у нас. Так что вот такие дела. А я сейчас покажу вам, как я встаю без рук. Посмотрите. Здесь немножко неудобно. Без рук. Раз, два, три. Неудобно здесь. Ну что, друзья мои. Светлана будет собираться. Один мужчина здесь сел. На лавочке вот здесь. Когда я делала сто раз, смотрел на меня. Разговаривал по телефону. И смотрит, 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 смотрит. А я вообще ни на кого не обращала внимания. Нужно прежде всего не обращать ни на кого внимания. Тогда все получится. Все. Почему такое? Я мокрая встала. Оказывается, трава вся мокрая. Ее тут полили с утра. Поэтому я вся мокрая. Бежать надо домой. До связи. Будьoty Ree. Будь在 стопаться. Будь встала. eking там отец. Сейчас с вами посмотрим, что мой Ашкэм принес. Много покупать нам не надо было. У нас очень много осталось фруктов с того раза. Сейчас посмотрим, что мой Ашкэм привез. Так, это я его послала в магазин. Айюзбир. А101 называется. В магазине он потратил. Сколько потратил? За пакеты тут чек. Доместас купил. И йогурт купил. Йогурт мы хорошо сейчас. Кушаем, кушаем, кушаем. Наверное, другой чек не взял, не знаю. Не видно. Вот так называется Айюзбир. Видите? Тут только за пакеты цена. Так, и вот купил он порошок. Ариель. Ариель. Умничка. Умничка. Насколько хватит мне на полгода, наверное. Так, ну смотрим, мои дорогие. Купил он виноград. Купил сливы. Светлане больше ничего не надо. Я ему сказала, только зелень, чтобы он купил. Купил он, чтобы лук. Купил много помидор, потому что мы их сейчас съедим. Ну, не такие купил, как я хотела. Те были красные, такие вкусные. И вот смотрите, вот такой огромный он арбуз. Цел дыню. Арбуз я точно не вытащу. Даже дыню не могу. Ой, посмотрите, какая огромнейшая, огромнейшая дынька. И вот такой огромный арбуз. Не подъем, не, не, не. Ну, вот такой молодец он. У нас очень много фруктов осталось. Я намыла здесь фрукты. Почти не ели персики. Уже чуть-чуть начали портиться. Арбуз мы съели. И черешню я вам покажу сейчас. Да, так, мы вчера ходили к кузле. И еда позавчерашняя осталась. Что я приготовила. Вот я зелень храню в этом, с луковицей. А, вот черешня. Посмотрите, какая огромная. И красные я купила, 2 килограмма. Видите? И в йогурт вот остался что. Вот так вот выглядит мой холодильник. Неожиданный обзор. Здесь у нас дофига всего есть. Килограмм масла хватит, нам не хватит. Так, сыр купил. Так, а здесь что? Вот посмотрите. Видите, сколько у меня чего. Надо было ему сказать за перец, но уже не буду говорить. Такая жара, он такой мокрый пришел. Сейчас сразу в душ. Я уже 2 раза душ приняла. Вот кабачки мои, мару есть. В общем, у нас полно еды, друзья мои. Полно. Сегодня что готовить, я говорю ему. А он говорит, я говорю, будешь менемем? Буду. Ну вот, покушает менемена и вчерашнее. Там, может, не будет ничего просить. Там же есть картошка. Вот такой вот базар. Я не знаю, сколько он потратил. Но помидоры не такие взял, по-моему, как я. Как в тот раз купили мы. Ну и то спасибо. Зато вот, смотрите, виноградик, виноградик. Сейчас я моему Ашкыну сварю кофе. Вы спрашиваете, как я худею. Сколько время? А я вот только что села кушать. Что мне сегодня на ужин? Гречка, салат. И мои патлиджаны, которые я приготовила 2 дня назад. Кабак, патлиджаны. Я их не подогреваю. Я буду их сейчас кушать такими. Эндер пошел гулять. Скоро возвратится. И я ему приготовлю менемен. И окрошку турецкую, говорит, делай только ее каждый день. Ну вот так вот. Приятного нам аппетита! Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.